всем доброе утро как видите сегодня у нас дождя нету но скорее всего что он будет опять пасмурно с утра хочется уже чтобы было солнышко и тепло с утра 6 градусов но вроде бы до конца недели обещают потепление вот я второй день с утра собаку собой не беру вчера был дождь не стала брать сегодня вспомнила мы приехали с дачи и обнаружили на нем клеща начался этот прекрасный период клещепада вот я его не обработала над клещей по новой поэтому сегодня не взяла опять на улицу с утра сейчас приду обработаю и вещи надо будет перестирать оем стирки сколько привезла с дачи ну потому что было дождь и земля была мокрая ведь еще до сих пор остались украшения спаски земля была мокрая и то есть костюм в котором работала куртка все в общем-то грязная поэтому потом еще полотенце которыми пользовались кухонная привезла ну потому что сейчас 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 погоды нету так обычно на даче но если что-то там полотенце или что-то мелкое я там простирываю повесила у меня есть сушилка повесила она высохла а сейчас дожди холодно но не сильно хорошо сохнет но и тем более курточка точно не высохнет поэтому по привозила домой будем ехать чтобы уже повести все чистое мне на этой неделе надо замочить уже семена помидор и наверное уже буду замачивать семена огурцов потому что к концу недели уже обещают там и 18 и 22 8 пока они прорастут уже как раз будет хорошо можно будет в грунт высаживать поэтому буду замачивать семена на этой неделе не знаю наверное завтра или сегодня посмотрим немножко меня школа выбивает из моего собственного графика потому что с этими переодевалками проблема в общем чем идти в школу старшей дочери с младшей нет пока таких проблем слава богу это у нас под окнами такая красотища что-то не так быстро осыпаются уже она дочь у меня только начал расцветать всем приветик поближе хотела вам рассказать какая у меня проблема по поводу одежды старшей дочери в школу так как у нее выпускной десятый класс то в германии есть такая традиция что выпускной класс уже под конец обучения а у них фактически уже последние дни пошли обучение дети придумывают себе какое-то развлечение в школе ну вот в прошлом году например выпускной класс что мне в глаз попало прошлом году выпускной класс приходил в школу в пижамах ну то есть все десятые классы пришли в пижамах вот и целый день вот так вот сидели на уроках в пижамах потом в какой-то день у них был день без рюкзаков и они приходили кто с чемоданом кто с какой-то сумкой один парень притащил мусорный бак на колесиках и целый день его за собой таскал я не знаю лежали ли у него там учебники но сам факт что он его за собой таскал кто-то там чемодан за собой таскал кто-то еще что-то но в общем каждый придумывал что мог в этом году десятые классы решили сделать тематическую неделю ну что я вам хочу сказать идея конечно классная но просто нам уже достаточно поздно сообщили сказали темы дней перед каникулами а так как вы знаете что на каникулах мы были на даче то у меня фактически не было возможности чтобы найти какую-то одежду где-то пойти что-то купить там или на ну в общем у меня не было на это время да что что-то в глаз попало и мешает мне с вами разговаривать но в общем и поэтому у меня не было времени чтобы приготовиться и найти какую-то одежду продумать каждый день значит понедельник был а социальные элементы ну как сказал у меня муж это стиль бомжа поэтому старшая дочь как-то не впечатлилась и сказала не буду я ничего одевать я одену как обычно простую свою одежду не буду никакой теме ну как бы придерживаться но это был понедельник ну ладно не захотела не захотела это как говорится свобода выбора а вот но в понедельник она пришла и говорит я хочу одежду на вторник а во вторник был день мафии вот и поэтому нам пришлось поехать в магазин и купить ей одежду для дня мафии тем более что она хотела брючный костюм а брючный костюм она у меня давно уже просила и говорила еще давно в общем что я хочу брючный костюм чтобы ходить там в школу вообще ей нравятся брюки вот в среду будет поэтому сегодня мы едем за костюмом для мафии тематического учебного дня в среду будет что в среду а среду будет восьмидесятые девяностые не знаю даже что одевать понимаете просто люди которые живут германии у них возможно в шкафах есть какие-то там залежи каких-то старые одежды которую как говорится жалко выбросить или что у меня в украине возможно бы я и по подружкам там или где я бы понаходила там какую-то одежду у бабушек обязательно наших там шкафах что-нибудь найдется вот какие-то мои допустим там одежда какая-то там еще хранится и все такое но здесь мы приехали недавно с минимум одежды и я решила что я не буду обрастать хламом я ничего не складирую в шкафах я раз в три месяца делаю пересмотр одежды и так как у нас теперь есть дача то какая-то часть одежды едет на дачу кстати там тоже буду делать в этом году ревизию одежды потому что мне столько одежды не надо что-то пойдет на тряпки что-то выброшу оставлю только то что мы действительно будем носить на даче и поэтому с квартиры часть одежды уезжает на дальше ну которая еще можно носить на даче но допустим уже в школу и и уже не ну как бы она не того вида чтобы ее одевать в школу или на улицу где-то в городе вот она даче не жалко уже как говорится убить так убить до конца если это маленькая одежда то если она в хорошем состоянии то я несу в контейнеры с красным крестом кто-то там еще поносит вот если она уже в таком плохом состоянии или порванная или застиранная что у него уже нету этой одежды или обуви да ты это просто выбрасываю поэтому каждые три месяца у меня в шкафах происходит ревизия у меня нету там одежды которую не носят которые ну знаете там типа жалко выкинуть а вдруг похудее но вот этого у меня нету такой одежды у меня вся одежда то которую мы сейчас носим уж говорю поэтому на 80 и 90 мне просто нечего было есть составлять тот наряд но я говорю а время ездить по магазинам не было но извините меня на каждый день покупать новую одежду ну как бы шикарное развлечение получится поэтому на день мафии мы купим одежду я же говорю тем более что она хочет брючный костюм который она давно просила вот в четверг будет значит или смена пола то есть мальчики одеваются девочками девочки одеваются мальчиками или одеваются одевается как учителя ну то есть пародия на какого-то учителя например да вот и или по моему старичками бабушками дедушками но тоже откуда у меня одежда там бабушки дедушки общем не знаю в В пятницу я уже не помню, что там еще в пятницу, еще какой-то стиль в пятницу. В общем, честно говоря, задумка неплохая, но можно было придумать так, чтобы как бы у людей была одежда. То есть, допустим, пижамный день, да, когда в школу прийти в пижамах, это классная идея, я считаю. То есть, у каждого есть дома пижама, да, и прийти в школу в пижаме, ну, прикольно. А вот эти вот тематические дни, конечно, ну, нет у меня такой одежды, чтобы каждый день ей что-то давать, какой-то новый стиль. И времени нету, а покупать, ну, не вижу смысла совершенно, ради одного дня покупать какую-то специальную одежду под этот день. Ну, в общем, вы меня поняли, да? В общем, мы едем сегодня за одеждой. Младшая дочь тоже едет, и она тоже себе хочет новиночки, покупочки сделать. В общем, у нас сегодня день шопинга, так что, кому интересно, смотрите дальше, покажу, что мы купили. Мы приехали в торговый центр за одеждой. Продолжение следует... Мы пришли в магазин одеть старшую дочь на тематический учебный день. Ну, посмеялись-посмеялись там, 80-е, какая одежда. И вот тут ходим по магазину, ходим, смотрите, что я нашла. Ну, кто у моего возраста, тот помнит подобные олимпийки. И смотрите, цена. Я, конечно, извиняюсь за 25 евро. У меня на даче такая же кофта. Ну, может, не такая яркая, но плюс-минус смысл тот же. Вообще, конечно, цены на старые винтажные вещи. Ну, я имею в виду модели, по крайней мере. Капец. Зелененький свитерочек какой. Так, ладно, пошли мы дальше выбирать, потому что времени мало, а выбрать надо много. Завтра у них тематический день в стиле мафии. Мы пришли ее одеть в стиле мафии. Потом покажу, что купили. Покрутись. Крутись. Так, мы пришли в другой торговый центр. Там скупились все старшие. Теперь хотим посмотреть младший. Покажу вам немножко детской одежды. Ну, в смысле расцветки. Такое все веселое. Вот особенно веселое. Вот какое веселое. Ой, да что ж оно такое все мрачное. Я, конечно, понимаю, но это вообще уже. Это вообще. Сейчас разговаривать не хочу. Это очень какое-то детское. Это какое-то зеленое. Что это за цвет? Это для девочки цвет, между прочим. И это тоже для девочки. И это для девочки. Это все для девочки. Вот это тоже для девочки все. Да. И это тоже для девочки. Не, не знаю. Ну, я такие цвета вообще не люблю. Ну, как-то, что оно должно быть повеселее. Мне так кажется. Ну, что это? Ну, вот задумка хорошая. Ткань. Ну, такое. Мы как бы в хорошем находимся магазине. Ну, что вот это? Это кофточка. Ну, не знаю. Сомнительный вид у нее. А это что такое? Это растянутая майка. Что это такое? Это девочки тоже. Видите, магазин какой. Все не по моему вкусу. Абсолютно. Ну, пожалуйста. Завязывай. Покрутись. Хорошо. Покрутись. Хорошо. Пусть. Чуть не упала. Магазин трехэтажный. Вот такие автоматы стоят на входе. А нам женский туда за. Да. Не надо человека. Бросай. Вот туда. Бери. Проходи. Стоимость 50 центов. Если детки вот такого роста, то они проходят бесплатно. Это специальный измеритель роста. Остальным по 50 центов. Рядом есть шкафчики. Если у вас покупки, для маленьких покупок, делайте код и закрывайте свой шкафчик. Или вот для больших покупок есть вот такие шкафчики. То есть, чтобы с собой вы в уборную не несли. Можно оставить здесь закодировал свой шкафчик. В общем, наши покупки закончились тем, что торговый центр уже закрывается. Мы все еще ходим. Ну, правда, мы уже выходим, потому что уже просто нету физических сил столько ходить. Я не знаю, кто называет шоппинг каким-то там удовольствием. Никакого удовольствия нет. Абсолютно. Просто отваливаются ноги и хочется быстрее домой. Все. Еще ехать с пересадкой. Мы уже сейчас выйдем на улице ночь. А заходили мы, было день. Какие красивенькие купонечки. Какая красота. Девочки уже думают, когда вы уже домой идете, что вы тут все ходите. Уже время. А вот все ходим. Все что-то ищем. А какие? Все в одинаковых париках. в зеленых каких-то нарядах. Хорошо, что этот день уже заканчивается. Ой, какая красота. Все. Мы выходим. Там ночь. Почти ночь. Дрезден уже светится огнями. Вы все время попадаете в кадр. Ну все. Мы идем на трамвай и уже домой. Хорошо, дождя нет. В общем, купили все, что могли. А вот и наш трамвайчик. О, какой красивый едет. Ну, вот такой вот насыщенный сегодня был день. Шопинг, это не мое. Я устаю от этого процесса. Честно говоря, я давно отвыкла ходить по магазинам, потому что, ну, кто со мной знаком давно, еще с Украины, те знают, что последние... Сколько? Сколько моей дочке лет? Ну, последние лет 10, да? Я не хожу в магазины, не ходила в Украине в магазины за одеждой. Я не ходила на рынки, тем более. Я это не люблю, потому что в Украине я сама продавала одежду с Одессы. Вот. И поэтому я настолько привыкла все это делать онлайн, выбирать одежду, покупать одежду. Пришла на почту, получила, померила, все. И я знаю, как определять размеры. Я знаю всех производителей в Одессе. Я же говорю, последние 10 лет я торговала одеждой с Одессы. Вот. Поэтому вот эти вот утомительные походы по магазинам, эти примерочные, эти люди, это ужас. И причем хочешь быстренько что-то найти, быстренько не получается, надо пересматривать просто какую-то огромную гору вещей. И они же не в одном месте, это несколько этажей, вот это ходить туда-сюда-туда, ноги гудят. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Не люблю я это дело. И, скорее всего, что я давным-давно от этого отвыкла, от этих походов. Люблю выбирать одежду, сидя возле компьютера, попивая кофеек, знаете, не спеша, складывая себе в папочку отдельные фотографии, потом из этих фотографий выбираю, что мне сейчас купить, что потом, что срочно, что не срочно. Ну, в общем, вы поняли меня. Не люблю я магазины вообще в принципе. Вот. Все. Я вам показала, что мы сегодня купили. Еще там по мелочам всякие купили. Я купила себе сережечки красивенькие. Вот там футболочки взяла себе такие для дома по распродаже ходить. Потому что уже, надеюсь, скоро будет тепло и дома надо будет одевать футболки. А с прошлого года они уже не презентабельные. Они такие уже дачные больше. Вот. Поэтому купила там пару простых футболочек. Не буду их уже показывать. Такое. Мелочи жизни. Вот. Все. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю. Целую. Вся Будда Украина. Пока-пока.